В древнем Египте гранат называли деревом жизни, а его плоды считали священными, приносящими жизненные силы. Поэтому их даже клали в саркофаги вместе с усопшими фараонами. Такое почтение фрукт заслужил своим влиянием на организм. Ученые считают, что его потребление значительно продлевает срок жизни. В гранате полезно все, не только его мякоть, но и перегородки, семечки и даже кожура. Если ежедневно пить натуральный гранатовый сок или съедать по половине граната, можно снизить риск заболевания тромбоза, укрепить стенки сосудов и на 30% уменьшить вероятность образования холестериновых бляшек. В одном плоде содержится 40% витаминов, необходимых для человека в сутки. Поэтому при регулярном употреблении граната витаминоз и сезонные простуды вам не страшны. А антиоксидантов, которые препятствуют развитию рака, инфаркта, инсульта и атеросклероза, в гранате даже больше, чем в зеленом чае, который так рекомендуют пить врачи. Смотрите видео до конца, чтобы узнать, какую пользу райское яблоко оказывает на организм и почему его рекомендуют есть диетологи, кардиологи и даже стоматологи. Итак, поехали! Что делает гранат с вашим здоровьем, если есть по половинке фрукта каждый день? Первое. Восстанавливает микрофлору кишечника. Вы знали, что в желудочно-кишечном тракте взрослого человека находится порядка 2-3 кг живых бактерий. И далеко не все из них полезные. Так вот, гранат поможет избавиться от болезнетворных бактерий и все это без вреда для микрофлоры. Напротив, съедая по половинке плода в день, можно улучшить перистальтику кишечника, справиться с дисбактериозом. При болях в желудке рекомендовано пить слабоконцентрированный гранатовый сок. Только вот при обострении гастрита от него стоит отказаться. Много кислот. Второе. Выводит токсины и помогает при похудении. Низкая калорийность, богатый минеральный и витаминный состав, да еще и сладкий, изумительный вкус. Что еще нужно на диете? На одну половинку плода приходится около 50 калорий. Разве это много в ежедневном рационе? А сколько пользы при похудении? Гранат укрепляет метаболизм, выводит токсины, активизирует процесс сжигания подкожного жира, помогает избавиться от лишней жидкости в организме. Есть один обманчивый момент. Если есть фрукт натощак или в качестве перекуса, можно почувствовать сильный аппетит. Это ускоренно работает ваша поджелудочная железа. Поэтому лучше добавлять зерна граната в блюда, салаты, мясо, рыба. Гастрономической сочетаемости позавидует любой другой фрукт. Третье. Снижает вероятность развития артроза. При этом заболевание суставов каждое движение дается с болью. Им страдает более 10% всего населения Земли. А помочь суставам может обычный гранат. В нем содержится витамин К, который способствует усвоению кальция, а еще полифенолы. Они снижают боль при воспалении. Были проведены исследования на мышках, как это водится у ученых, и в них удалось выяснить, что регулярное употребление гранатового сока тормозит артрозные изменения в хрящевой ткани. Проще говоря, мышка прожила дольше и крутила свое колесо без боли. Четвертое. Улучшает состояние зубов и десен. Не имея под рукой зубной пасты и щетки, древние греки жевали гранатовые корки для освежения полости рта и для устранения зубного налета. Уже позже ученые доказали, что в 84 случаях из 100 ополаскивание спиртовой настойкой на гранате полностью предотвращает появление налета, вызванное бактериями. Кроме того, антибактерицидный эффект дубильных веществ, которыми богат сладкий плод, помогает избавиться от микроорганизмов, вызывающих неприятный запах изо рта. Так что горстка гранатовых зерен после еды поможет сохранить вашу улыбку свежей и здоровой. Пятое. Увеличивает мужскую силу. Греки считали, что алый гранатовый сок – это кровь Диониса, бога виноделия, плодородия и жизненных сил. И пусть такое заявление спорно с точки зрения науки, в мифологии тоже спрятано зерно истины. Вернее, косточка. Мужчинам, которые хотят долго радовать своих избранниц в спальне, стоит почаще есть гранат. Но с одним условием – косточки не выплевывать. Именно в семенах плода содержатся витамины В12 и Е, а также растительные жирные кислоты, которые влияют на либидо и ускоряют циркуляцию крови. Шестое. Укрепляет женское здоровье. Есть прекрасная легенда про гранат и самую любвеобильную женщину. Богиня любви Афродита посадила на Кипре первое гранатовое дерево в память о своих чувствах к Адонису. С тех пор гранат считается плодом любви. На практике он помогает женщинам привести в норму гормональный баланс при менструациях и менопаузе. А гранатовые корки заваривают женщины, которые лечатся от бесплодия. Все это объясняется не только красивыми легендами, но и научным фактом. Гранат в большом количестве содержит фитоэкстрогены, а содержание элаготонина является отличной профилактикой рака груди. Так что лучшие друзья женщины далеко не бриллианты, а сочные спелые гранаты. Седьмое. Укрепляет здоровье сердца. Кардиологи предлагают выпивать по полстакана гранатового сока ежедневно. Такая привычка на 17% снижает риск повреждения сосудов при атеросклерозе, а также помогает гипертоникам снизить давление. Есть гранат рекомендовано не только сердечникам, но и всем, кто переживает за свой уровень холестерина. Так что, мясоеды, выбирайте гранатовый соус к своим стейкам. Восьмое. Повышает гемоглобин. Казалось бы, какой-то очередной маловажный показатель крови. Но на самом деле уровень гемоглобина напрямую влияет на качество вашей жизни, бодрость по утрам, хорошее самочувствие и даже на ясность ума. Гемоглобин – это белок, который содержит железо. Его основная задача – доставить кислород во все органы и ткани тела. При железодефицитной анемии, а она встречается у каждой второй беременной и у многих детей, назначают гранатовый сок. Девятое. Улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Когда вопрос заходит о здоровье ногтей и волос, все сразу вспоминают о кальции. Но мало кто помнит о железе. А ведь из-за его недостатка к волосяным луковицам не поступает кислород. И мужчины в 30 встречают облысение. Сохранить здоровый молодой внешний вид можно с помощью граната. Кстати, его можно не только есть, но и использовать в косметологии. Многие женщины делают маски для лица и волос с гранатовой мякотью, добиваясь упругой подтянутой кожи и блестящих локонов. Десятое. Уменьшает отеки. Отечность ног, рук, лица – частые спутники беременных женщин и пациентов с сахарным диабетом, с нарушенным обменом веществ и с гипертонией. Гранат обладает мочегонным эффектом, поэтому его можно есть для снятия отечности. Диабетики любят сладкий плод, тем более, что у него не очень высокий гликемический индекс – всего 35 единиц. Одиннадцатое. Способствует долголетию. Гранатовое дерево может расти более 100 лет, поэтому и его плоды всегда считались аналогом молодильных яблочек. Заботиться о старости нужно с молоду. Учеными доказано, что пуникологин препятствует возникновению воспалительных процессов в мозге, то есть снижает риск возрастной деменции и болезни Альцгеймера, улучшает когнитивные функции. Когда собирал материал к видео, побежал в магазин. Теперь у меня есть 10 спелых гранатов и большое желание их съесть. Друзья, поделитесь в комментариях проверенными рецептами с гранатом и не забудьте добавить их в свой рацион. Теперь вы знаете, как восполнить недостаток железа. Но это не единственный необходимый микроэлемент. В Индии гранат дается бабушкой своим внучкам, чтобы они скорее вышли замуж. В Китае гранат плод счастья, а в Греции обязательный атрибут свадебного пиршества. В Египте верили и до сих пор верят, что в гранате заключена сила вечной жизни. Поэтому в могилу кладут один плод граната. Мало того, до сих пор некоторые теологи полагают, что в райском саду Ева сорвала не вовсе яблоко, а именно гранат. Всем известно, что гранат невероятно полезен, но у данного плода есть и некоторые вредные свойства. Об этом я об отдельной пользе граната для женщин и мужчин расскажу к концу видео. Поэтому прошу досмотреть ролик до конца и не забудьте подписаться на канал. Гранат уменьшает боли в суставах и способствует лечению артрита. Артрит представляет собой опасное заболевание, вызванное воспалением суставной ткани в одном месте или же по всему телу. Эта болезнь вызывает болезненные ощущения, а также ухудшает подвижность суставов. С годами недуг развивается все сильнее. Гранаты входят в список продуктов, которые натуральным образом позволяют лечить болезнь, так как в своем составе они содержат антиоксиданты, называемые флавоноидами. Их главное действие – устранение воспалений. Гранат помогает предотвратить жировую дисторфию печени. Гранатовые семена снимают воспаление и снижают окислительный стресс, благодаря чему помогают организму бороться с жировой дисторфией печени. Гранат способствует устранению камней в почках. Плод граната улучшает работу почек, а также способствует вымыванию камней и других вредных веществ из организма. Благодаря уникальным свойствам фрукта при его употреблении понижается уровень кислотности в моче, что является профилактикой появления камней в почках в дальнейшем. В его составе присутствует множество антиоксидантов, которые не позволяют бактериям оседать на стенках мочевого пузыря. Благодаря этому сокращается риск возникновения инфекции мочеполовых органов. Присутствующий в гранате витамин С усиливает иммунную систему, позволяя ей бороться с инфекциями. Гранат борется с раком. Исследования, направленные на изучение рака, приводят к тому, что все больше результатов свидетельствуют о том, что семена граната оказывают сильное противоопухолевое воздействие. Он эффективно действует на различные виды раковых клеток. Множество экспериментов доказывают, что вытяжка из граната ингибирует пролиферацию клеток рака молочной железы, а также стимулирует запрограммированную гибель этих клеток. Семена граната содержат жирную кислоту омега-5, а также большое количество полиненасыщенных жирных кислот. Все эти вещества, как было выявлено, ингибируют пролиферацию рака молочной железы. Гранат понижает кровяное давление. В соке этого плода содержится огромное количество всевозможных антиоксидантов и биологически активных полифенолов, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, а также способствуют нормализации уровня давления. В 2013 году было проведено исследование, в ходе которого обнаружено, что гранатовый сок стоит рассматривать как диетическое и фармакологическое средство, эффективное при гипертонии. Согласно другому исследованию по части фитотерапии, результаты которого были опубликованы в известном издании, было обнаружено, что сок граната является полезной кардиопротекторной добавкой для гипертоников и способствует понижению давления при регулярном употреблении на протяжении более двух недель. Эффективен в борьбе с бактериальными инфекциями. В гранате содержится множество биологически активных соединений, в числе которых элаговая кислота, элагутан, флавоноиды, антоцианы, антоцианины, эстрогенные флавоноиды и флавоны. Все они отличаются особой пользой для здоровья и производят тот или иной терапевтический эффект. Поэтому экстракт граната применялся для лечения многих соболеваний еще с древнего времени. В том числе его использовали для устранения микробных инфекций, борьбы с паразитами, при лечении язв, кровоизлияния и респираторных недугов. Гранат для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По данным медицинских исследований, в гранате содержатся вещества, которые укрепляют стенки сосудов и снижают уровень холестерина. Также гранат препятствует образованию атеросклеротических пляшек. По этому поводу был проведен научный эксперимент, в ходе которого больным с осенозом сонной артерии на протяжении трех лет предлагали пить по 30 миллилитров сока граната каждый день. Результаты этого эксперимента показали, что у тех, кто употребляет сок граната, риск образования атеросклеротических пляшек снижается на 30%. Гранат помогает бороться с сахарным диабетом. Согласно исследованиям, присутствующий в гранатах сахар не оказывает отрицательного воздействия на параметры диабета. Также выявлено, что этот фрукт сокращает вероятность атеросклероза, вызванного диабетом. В гранате присутствуют такие важные соединения, как галовая и урсуловая кислота, которые имеют антидиабетические свойства. Сахар в семенах насыщен антиоксидантами и полифенолами, которые способствуют предотвращению развития диабета второго типа. Гранат и красивые зубы. Это невероятно, но гранат также удаляет зубной налет. Кроме того, он обладает противовирусным действием и борется с бактериями, снижая риск заболеваний десен и полости рта. Гранат помогает улучшить состояние пищеварительной системы. В семенах граната содержится целый комплекс витаминов, которые способствуют улучшению работы пищеварительных органов. Полезные компоненты помогают организму перерабатывать углеводы, белок и жир в энергию. А в самих семенах присутствует растительная клетчатка, которая является питательным веществом, ускоряющим процессы пищеварения. Благодаря клетчатке предотвращается, а также устраняется такая проблема, как запор. Помощь граната для профилактики болезни Альцгеймера. Гранатовый сок на 3,4% состоит из антиоксидантов пуникологинов, которые препятствуют развитию болезни Альцгеймера. Ученые доказали, что гранатовый сок снижает риск возникновения последствий воспалительных процессов головного мозга. Гранат укрепляет иммунитет. Антиоксиданты с сильным действием, которые содержатся в семенах этого продукта, отлично укрепляют иммунитет. Согласно многочисленным исследованиям, они эффективно борются с вирусными и бактериальными инфекциями, которые пагубно сказываются на общем здоровье. Помимо этого, фрукт способен помочь при терапии многих заболеваний, связанных с ослаблением иммунитета. Гранаты эффективны даже при лечении обструктивного заболевания легких. Гранат способствует заживлению шрамов. Из семечек граната делают экстракт, который способствует регенерации кожи. Кроме того, из граната делают масло, которое помогает при солнечных ожогах. Гранат является натуральным афродезиаком. На протяжении долгих лет во многих культурах гранат связывали с плодородием и изобилием, так как сам по себе плод один, а в себе содержит множество мелких частичек зерен. Исследование, проведенное в Эдинбурге в университете королевы Маргарет, позволило обнаружить, что употребление чистого сока граната значительно повышает уровень тестостерона и оказывает благоприятное воздействие на настроение и нормализацию давления. Польза граната для женщин. Гранат устраняет проблемы с менструациями. По предварительным данным, гранат способен устранить менструальную нерегулярность. Также гранат может вызывать тонус матки, что повышает ее здоровье. Однако, чтобы подтвердить этот факт, требуется больше исследований. В связи с тем, что гранат богат клетчаткой, он также будет эффективен при терапии дрожжевых инфекций. Составляющие плода борются с грибками и стимулируют рост полезных бактерий. Нерегулярность менструации может быть связана с анемией, а так как гранат богат железом, он помогает устранить эту проблему. Помимо этого, гранат понижает симптомы климакса и нормализует гормональный фон. Польза граната для мужчин. Способствует лечению эректильной дисфункции. Американским исследователям было доказано, что гранат может быть полезен при легкой и средней стадии эректильной дисфункции. Он улучшает проходимость кровеносных сосудов, а это напрямую связано с качеством потенции. Гранат повышает уровень тесостерона в мужском организме в два раза. Кроме того, гранат значительно улучшает мужскую эректильность, способствует успешному оплодотворению и снижает риск возникновения рака предстательной железы. Вред и противопоказания граната. Несмотря на всю полезность граната, он все же может причинить человеку и определенный вред. Воздействие ферментов в составе граната. Присутствующие в составе ферменты могут препятствовать нормальной работе печени. Если у вас имеются хронические заболевания печени и вы употребляете медикаменты, прежде чем начать применение плода, обратитесь за консультацией к специалисту. Расстройство пищеварительных органов. Употребление продукта в больших количествах может привести к образованию многих проблем со здоровьем. К ним относятся тошнота, диарея, рвота и боли в животе. При этом данные признаки проходят в течение нескольких часов. Не стоит переусердствовать с употреблением плода, ведь это может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта. Аллергическая реакция. Употребление граната часто вызывает аллергию, признаками которые являются боли при глотании, отечность на лице, трудности с дыханием, отек в полости рта. Если при употреблении этого фрукта у вас появились признаки аллергической реакции, то необходимо незамедлительно прекратить его употребление и обратиться к врачу. Другие противопоказания граната. Если у вас присутствуют проблемы с давлением и вы употребляете определенные лекарства, то вам обязательно необходимо проконсультироваться со специалистом, прежде чем включать плод в свой ежедневный рацион. Это связано с тем, что гранат может значительно понизить давление. Еще гранатовый сок может вызывать серьезные и крайне опасные побочные явления при его употреблении с наряду некоторыми лекарствами. Поэтому будьте осторожны.